Не так давно мы с вами обсуждали настроение среди российских граждан к концу второго года войны. Настроение, мягко скажем, упаднические, цены растут, ни конца, ни края войны не видно, а, собственно, родные и близкие рискуют загреметь на фронт. Это показывают количественные исследования и качественные исследования, показывают, что отношение к происходящему все больше и больше склоняется в негативную сторону, в смысле люди становятся все больше противниками происходящего. Но отдельно интересный вопрос, что происходит не в целом по стране с гражданами России, а с конкретной прослойкой, а именно с тем, кого принято называть элитой. Чиновники, министры окружения Владимира Путина. Почему это важно? Потому что на самом деле один из самых вероятных сценариев конца путинской власти – это как раз внутренний элитный переворот. Почему? Ну, потому что в такого рода диктатурах, какой мы видим в России, довольно редко бывает какая-нибудь масштабная гражданская революция снизу. Просто потому, что против обычных людей – армия, танки и все остальное. Для того, чтобы это сработало, нужно, чтобы к людям присоединилась как раз та самая армия. Ну, то есть, чтобы вместе с танками и со всеми остальными уже тогда шли и на Кремль. Гораздо более вероятный сценарий – это как раз какой-то либо армейский бунт, либо бунт просто окружения Владимира Путина, когда его, там, не знаю, в наручники заковывают, говорят, «Теперь я там власть». Да, мы видели это множество раз в разных режимах, и в путинском режиме как раз это один из самых вероятных сценариев. Что, впрочем, и понимает Владимир Путин, поэтому он убивает любых людей, которые, на его взгляд, представляют для него угрозу. И именно поэтому он убил, в частности, Евгения Пригожина, которую ни много ни мало этот бунт хотел провернуть. По крайней мере, на определенной стадии, когда пошел с маршем на Москву. И как мы увидели, собственно, минувшим летом, это вполне возможно и не очень сложно. Тогда же небольшое количество людей с небольшим количеством вооружения совершенно спокойно может захватить несколько российских городов и пойти на Москву. Причем, продвигаясь довольно быстро, никто по пути их не будет останавливать. Это довольно серьезное знание, которое получили не только мы с вами, но и элиты вокруг Владимира Путина. Почему это знание важное? Потому что осознание того, что вот твой путь к власти, он достаточно легок, нужно просто проявить инициативу и заручиться небольшой поддержкой, это осознание подталкивает тебя к таким действиям. То есть это техническая возможность. Летние выступления Евгения Пригожина, ныне почившего, не дождавшегося суда, к сожалению, значит, показало, что техническая возможность есть. Что если, например, какой-нибудь Мишустин договорится с Шойгу или с Золотовым, или вообще с ФСО или ФСБ, то довольно быстро можно избавиться от Владимира Путина и забрать власть себе. Но для того, чтобы это случилось, нужен второй компонент. Не только техническая возможность, но и мотивация. И как раз вопрос вот этой мотивации стоит довольно остро. Что происходит с путинскими элитами? Стала ли их жизнь лучше или хуже за два года войны? Видят ли они перспективу в дальнейшем? Причем, когда мы говорим о достаточно серьезных фигурах, то есть министрах Силуанове, Набиулиной, Шойгу, Золотове, здесь каждый из них является самостоятельной фигурой. Ну как самостоятельной? Они все зависят от Путина прямо сейчас. Но каждому из них нам надо прямо в голову залезть для того, чтобы понять общее настроение. Но прослойки ниже уровня, то есть чиновничество такое, которое, знаете, они там не миллиардеры. Да, они воруют, да, они обеспечены. Но это не топ-фигуры. Их имена и фамилии, скорее всего, вы не знаете. У них более общее настроение. В том смысле, что можно от частного перейти к общему и увидеть, какие у них есть чаяния, проблемы, ожидания. Может быть, они супер замотивированы сейчас, или, может быть, наоборот, пребывают в апатии. И, собственно, этим же вопросом задалось и издание «Верстка», которое поговорило с различными чиновниками для того, чтобы понять их настроение, с чем они сталкиваются, и что сейчас в предвебии путинских выборов у них на душе. Это довольно важно, потому что именно через это чиновничество, через эту опору формируется и высшее чиновничество. Разлитые настроения все больше влияют на тех, кто и может принять решение об изменении власти. Потому что эти люди, которые захотят поменять эту власть или допускают эту мысль, а я думаю, что задумался об этом каждый человек из путинского окружения, они должны еще понять, насколько их поддержат, или как минимум будут или не будут против. И для этого необходимо понимать, какие там есть настроения, потому что все это они, безусловно, видят. Условно говоря, в момент, когда население не будет хотеть Путина, когда элиты не будут хотеть Путина, и когда, собственно, разные прослойки этой системы не будут хотеть Путина, тогда между уничтожением Путина и, собственно, чиновничеством, и элитами не останется никаких препятствий. Поэтому давайте сегодня попробуем заглянуть в их черепные коробки, по крайней мере, с помощью «Верстки», которая соответствующую статью и написала. Статья традиционно будет в описании. Ну а мы с вами давайте посмотрим, что же в голове у российских чиновников, потому что это довольно важно. Напомню, что поддержать видео вы можете лайком, комментарием, подпиской, и поддержать канал вы можете также по ссылке в описании. Она ведет на Patreon, где вы можете подписаться на ежемесячные донаты, собственно, канала, за счет которых он и существует. Итак, переходим к статье «Верстки». Президентские выборы не вызывают у российских политиков и чиновников того энтузиазма, который, по идее, должны пробуждать. Накануне голосования представители элиты рассказали «Верстке», что находятся в нейтрально злом настроении, а выборы считают рабочим моментом, который нужно переждать. В России подражали не только яйца. Рядовые политики и чиновники жалуются журналисту «Верстке», что отдыхать в России и ближайших дружественных странах им стало дорого. «Викенд на новогодние праздники в отеле в Подмосковье 250 тысяч рублей. Нормально?» – восклицает один из источников «Верстки», вернувшийся из отпуска с семьей. «Нормальный обед нам для меня, жены и детей 30 тысяч. Ну да, с алкоголем и рыбой, морепродуктами». Чиновник, работающий с московской мэрией, винит в росте цен западные страны. Впрочем, их считают виновными в большинстве проблем многие представители власти. Собеседник «Верстке» работает в том числе с вопросами призыва и мобилизации. После обсуждения дорогого обеда он переключается на события на фронте. Чиновник говорит, что вернулся из отпуска отдохнувший и снова злой, как в самом начале войны с Украиной. До отдыха он жаловался на апатию, потерю интереса к жизни и работе. По словам источника, война ***. И свою злость чиновник намерен направить на решение проблем фронта собрать гуманитарку. Он утверждает, что так себя чувствуют и его коллеги. Хотят, чтобы война уже закончилась, но обязательно при условии соблюдения хотя бы части Минских соглашений. Самыми принципиальными моментами собеседник называет признание Киевом статуса ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонских областей, а также внесение соответствующих изменений в Конституцию Украины. Выборы президента России, которые должны состояться в марте, источник склонен считать нормальной здоровой рутиной. К их организации он также имеет отношение, хоть и не прямое. Работает с первым замруководителем аппарата мэра Москвы Алексея Немерюка. Формально Немерюк глава департамента городской торговли, но на деле обладает очень широкими полномочиями и рабочими интересами. Помимо прочего, он отвечает за пресловутые результаты на будущих президентских выборах. 70% голосов за основного кандидата при 70% явке. Работаем нормально, говорит Верстке и его коллега. Настроение рабочее, собранное, но не паническое. Ничего такого. Будет 70 на 70 на выборах президента, по крайней мере, в московском регионе. О ценах журналистам Верстке заговаривает и высокопоставленный чиновник, работающий в аппарате одной из структур администрации президента. Он говорит, что его оскорбляет мнение журналистов, что рост цен затрагивает только рядовых россиян, но не элит. Разговор с ним происходит в достаточно дорогом ресторане у метро Кропоткинская, но собеседник Верстке утверждает, что туда он приходит только ради деловых встреч, а обычно питается гораздо проще, как все. О том, что чиновники и крупные предприниматели заметили рост цен в России, косвенно говорит и сентябрьский опрос ЦИОМ, и организатор президентских мероприятий Росконгресса. Согласно его результатам, 30% опрошенных считают, что России нужно пойти на уступки Западу ради снятия экономических санкций. Половина представителей элиты не понимает, способствует ли нынешняя политика государства достижению суверенитета России, а пользу для развития экономики в санкциях видят менее трети опрошенных чиновников или бизнесменов. Я общаюсь с разными людьми. Я из села сам. У меня родители в одном из приграничных южных регионов, подвергающимся атакам ВСУ, говорит собеседник Верстке, работающий с администрацией президента. Я общаюсь с жителями там. Я сам хожу с женой в магазин. Не надо строить эту стену. Журналисты это любят, отделять нас от народа. По словам чиновника, он и сам ощутил рост цен на яйца и другие продукты питания. Кроме того, он, по его словам, сильно сочувствует обычным россиянам, вынужденным жить на небольшой зарплате, приросте цен на еду и товары первой необходимости. Знаете, поэтому взбесил это похабство особенно, говорит он, рассуждая о голой вечеринке Анастасии Ивлеевой. Не время сейчас. Война идет. Большинство собеседников Верстки не считают скандальные мероприятия серьезным поводом для разговора. Некоторые подтверждают, что подобные вечеринки происходят постоянно и называют преследования их участников ханженством. Но связанный с Кремлем чиновник крайне негативно отзывается о мероприятии и призывает сурово покарать пришедших туда знаменитостей. Плюнуть и растереть, забыть о них – вот что, по его мнению, следует сделать с участниками вечеринки. В ответ на замечание, что на Западе такие действия назвали бы кэнселингом, собеседник Верстки просит поменьше употреблять таких слов, видимо иностранных. Настрой людей в российской власти в последние месяцы действительно становится все менее нейтральным, отмечает другой собеседник Верстки из федерального парламента. Но если раньше они были склонны впадать в депрессию, апатию, то после новогодних праздников и перед президентскими выборами появились новые силы. Правда, их появление источник связывает не с самой компанией, а с давлением начальства. Начальством он называет Кремль и его внутриполитический блок. Парламентарии чувствуют это давление, но не напрямую, говорит он. Конечно, им приходится агитировать и готовить выборы в своих регионах, но это ничто по сравнению с тем, как давят на региональные власти. Губернаторам, по словам собеседника Верстки, приходится совсем не сладко. Их п*** за готовящийся результат, утверждает он. Технологии работают на местах активно. На фоне спецоперации нам важно провести все гладко, показать нужный результат. Впрочем, проблем, по мнению источника, быть не должно. Ко мне приходят люди на прием, в его регионе они на земле, их не волнует выбор, их волнует яйца, молоко, цены на коммуналку, говорит представитель парламента. У кого родственники воюют, тех волнует ротация, выплаты. Сейчас еще холода в тренде, все боятся, что будет как в Подмосковье, где недавно произошла крупная авария. О мобилизации представители отдаленного региона, по словам парламентария, не вспоминают. Точнее, считают, что новой волны быть не должно. Резюмируя элиты, как вы ее называете, настроение активное, довольно жесткое, у народа апатичное, как и было, уверен источник. Выборы воспринимаются элитой теми, кто их готовит, как дело решенное, согласен его коллега по парламенту из другого региона. 70-70 будет, идет обыкновенная работа, крутить мы в принципе можем, но этого не понадобится, утверждает он. Участвующий в подготовке выборов политтехнолог заявил Версткий, что его окружение и знакомые представители власти не в депрессии, не в воодушевлении. У меня много кто воюет из знакомых, и я сам в прошлом году мотался, референдум делал на одной из аноксированных территорий, рассказал он. Вокруг нейтрально злое настроение. Добивать надо врага, и нормальную жизнь строить без Европы уже. Обычная гражданская война. При этом у технолога есть опасения по поводу возвращения с фронта мобилизованных с опытом боевых действий. Полмиллиона вернутся же, и их не напугаешь палкой полицейской, предсказывает он. Поэтому власти демонстрируют сейчас жестокость. Например, при разгоне протестов в Башкортостане, утверждает источник. Мы ими гордимся, они герои, но эту силу нужно будет держать под контролем, убеждает он. Не думайте, что мы про это забываем, мы не дураки. Приглашенный научный сотрудник берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Прокопенко говорит в верстке, что описала бы настроение российских элит как парадоксальный. С одной стороны, никому не нравится то, что происходит, и, разумеется, почти никто не поддерживает войну. В то же время, пока есть возможность адаптироваться к ситуации, зарабатывать деньги им в целом норм, отметила она. По словам экспертов, у бюрократов еще есть ощущение, что на них все держится, особенно после отсутствия крупных успехов у генералов на фронте. Присутствует страх перед всемогущей ФСБ, и есть четкое понимание, что чайные народы они не понимают и не видят, и в этом отношении склонны ориентироваться на Путина, добавляет Прокопенко. Растет антизападный рессентимент, он подпитывается расширяемыми списками персональных санкций, но многие попали по должности, и выхода оттуда толком и нет. И экономическими успехами России. Создается иллюзия, что, может, Путин и прав, и все не так плохо. Также у лид есть ожидания перестановок после выборов, которых они ждут уже несколько лет. Считает эксперт. В целом, болото, заключает она. Нынешний постновогодний всплеск воодушевления некоторых представителей элиты продлится недолго, считает чиновник из крупной национальной республики. Среди других задач он курирует строительство в аннексированных регионах. Собеседник Верстки утверждает, что тоже чувствовал подъем первые несколько дней после выхода на работу. Но когда понесли папки, начались звонки с новыми проблемами. От представителей власти аннексированных территорий я приуныл, говорит он. Еще все помнят, что впереди у нас выборы, с ними все понятно, но дальше-то одни непонятки. Действительно, после голосования в марте, возможно, скорее всего, произойдут значительные изменения. Так, согласно Конституции, новый старый президент примет отставку правительства и поручит новому премьер-министру формирование нового Кабмина. Кто из членов нынешнего правительства останется у дел? Продолжит ли Михаил Нишутин быть премьером? Вопрос пока открытый. Также после выборов может произойти та самая вторая волна мобилизации, неоднократно утверждали источники верстки. С тем, что эмоционального подъема у лит на фоне выборов нет, согласен и политолог Илья Гращенков. По его словам, ситуация скорее обратная. Все понимают, что хэдскод предрешен. А главный вопрос, что ждет Россию после выборов? Будет ли это поворот в сторону СССР 2.0 с практикой закручивания гаек и антиэлитными настроениями, когда элитам покажут их место, предполагает эксперт? Будут ли это архаичные практики, связанные с разно-патриотическим давлением на элиты? А может быть наоборот, это будет некая внутренняя либерализация, когда элиты почувствуют, что в условиях западных санкций они могут что-то предложить стране, но с понятными гарантиями. Политолог называет главным чувством, доминирующим среди представителей российских элит, усталость и эмоциональное выгорание. По его словам, новые элиты, те, кто приблизился ко власти в ходе спецоперации, не смогли добиться существенной экспансии своих возможностей. А старые элиты, в свою очередь, находятся в апатии. Они понимают, что не могут повлиять на происходящее в стране, слабо включены в политические процессы и не понимают, что будет в будущем и финансо-экономически, и политически, убежден Грощенков. Начиная с проблемы голых вечеринок, люди не понимают, продолжат ли их шеметь за то, что раньше считалось нормой, или произойдет нормализация. Выстроит ли власть понятные правила игры, которые не будут ущемлять интересы элит? По мнению эксперта, в этом случае апатия немножечко бы спала, а пока элиты из-за этих неясностей пребывают во фрустрации. Самыми злыми, по словам Грощенкова, остаются рассерженные патриоты, которые не смогли достичь победы в спецоперации и других целей, которые себя ставили. А воодушевлены только те, кто в данной ситуации умудряется не только удерживать власть, но и вести экспансию своего влияния за счет изменившихся условий. Звоевывает рынки, получает государственные преференции, заключает эксперт. По итогу мы с вами видим довольно понятную картинку. Элиты с самого начала войны мотаются туда-сюда. Вы помните, наверное, у Фуриды Рустамовой даже выходило целых два текста. Сначала был текст о том, что там панические настроения, и вообще они не понимают, что делать. Потом, через несколько месяцев текст о том, что они все успокоились, у них все стало получше. Это качели, на которых они качаются туда-сюда. Так и происходит, когда у вас нет реальной власти и реальных возможностей влиять на принятие решения. Это одновременно и хорошо, и плохо. Почему это хорошо? Ну, потому что эти элиты, соответственно, не имеют достаточной воли, не имеют достаточной идеологизированности для того, чтобы в случае чего впрягаться за эту власть. Чтобы защищать Путину, защищать Строй, защищать Кремль, еще чего-нибудь, они точно не будут. И мы, по факту, уже видели, как это происходит. Но что в этом плохого, это, конечно, что они не выглядят как те люди, как та общность, которая имеет достаточную инициативу и мотивацию для того, чтобы перевернуть игру. Ну, перевернуть Владимира Путина и, возможно, посадить его на кол. Мы видим, что сейчас у них этих настроений нет. Однако, что есть? Вы наверняка заметили одну из главных мотиваций элит. И в таких режимах они всегда, эти мотивы, остаются неизменными. Деньги. Все очень просто. Деньги. А вот с деньгами как раз, как будто бы скоро будет напряженка. Потому что уже стало известно, что разбазарили большую часть ликвидной части Фонда национального благосостояния. Расходы на оборонку повышаются. Более того, все, что связано с оборонкой, все, что связано с военными, все, что связано с генералами, получило невероятный приоритет. Они теперь купаются в деньгах, продолжая разворовывать, безусловно, все. А вот как раз гражданские, всевозможные чиновники и прочее, они как бы немножко неудел. То есть у них снизилось количество активов, количество возможностей и количество коррупции в том числе. И вот здесь другая важная деталь. В России будет меньше денег с коррупцией. Ну, то есть каким образом? Дело в том, что вся кормовая база стала ниже. Ну, то есть она стала меньше. То есть Россия уже не столько продает, сколько продавала раньше, не столько получает, сколько получала раньше. Это все несет безусловные риски для тех людей, которые около кормушки. И чем ты дальше от кормушки, тем меньше крохи до тебя будут доходить. Более того, собственно, элитное восприятие жизни со стороны элит строится на трех столпах. Это безопасность, это выгода и перспективы. То есть для того, чтобы элита или часть элиты поддержала того или иного лидера, неважно, им абсолютно пофигу. Речь идет про демократию, диктатуру или еще что-нибудь. У них нет в этом смысле принципов. Мы берем вот таких прям порождений эпохи постмодерна. Прямо таких цинников-цинников пораженных. И вот в чем проблема? Что все эти три пункта испытывают большие проблемы. Безопасность. Ну, тут вообще, да. Ну, то есть до терминалов Новотека долетают дроны и взрываются. По улицах ходят, собственно, люди, которые сидели, потом попали на войну, потом освободились и могут пырнуть тебя. Когда постоянно какие-то вояки представляют тоже собой угрозу, потому что у них слишком много сил. Они могут в любой момент влезть в какую-нибудь танковую колонну и поехать на Москву. Мы уже это видели. То есть вот этот дисбаланс между силовиками и мирной, что называется, администрацией, он, конечно, эту мирную администрацию очень сильно вымораживает. Причем, скорее всего, военных тоже. Потому что если раньше военные могли спокойно сидеть, все воровать и не прикладывать к этому никаких усилий, то теперь приходится усилия прикладывать. Теперь приходится действительно воевать и нести ответственные затеянные действия. Короче говоря, безопасности у элит стало меньше. Что касается денег, тут та же история. Цены растут, возможности для путешествий снизились. То есть большое количество стран не готово взаимодействовать с российскими чиновниками, а, соответственно, повышаются цены в том числе на внутренних направлениях и на всякие вещи, которые этим людям хотелось бы покупать. В итоге инфляция растет. Их собственная зарплата не особо увеличивается, потому что у России неоткуда брать новые деньги. Россия разосралась на фоне того, что напала на территорию Украины и совершила просто самый чудовищный акт насилия в 2000-х годах. В принципе, по крайней мере, в начале 2020-х. И, собственно, история заключается в том, что из-за этого санкции ввели и прочее. В общем, денег стало меньше, возможностей стало меньше. Но самое грустное здесь все не это. Самое грустное с перспективой. Совершенно непонятно ни для кого, в том числе для российских чиновников, куда это все идет, к чему это все идет. То есть мы видим поле боя, мы видим оценки, которые говорят о том, что в ближайшее время каких-то кардинальных перемен на поле боя ждать не стоит абсолютно. И в этом контексте не очень понятно, а что делать, как планировать жизнь. Причем эта проблема, она касается всех людей, не только чиновников. Но именно для чиновников история, для чиновников, депутатов и всех остальных. Это самая важная история. Это перспектива, потому что они, многие, пошли уже на сделки с совестью для того, чтобы лучше жить. Но если этой перспективы лучшей жизни нет, если твоя перспектива это быть повешенным на столбе, то эта перспектива тебе, возможно, и не очень нравится. То есть сейчас, в нынешней ситуации, элиты мечутся между апатией, каким-то воодушевлением и возможностью работать. Но посмотрите, насколько им наплевать на путинские выборы. Они как раз не ждут там сюрпризов, они не видят в этом потенциальной угрозы, и это очень хорошо. Потому что каждый раз, когда твой враг, что называется, а, безусловно, российские чиновники мои враги, забывает, на что надо смотреть, в том смысле, что забывает, откуда может идти опасность, он очень может эту самую опасность проморгать. Поэтому в очередной раз напомню, что если вы еще не поставили подпись за Бориса Надеждина, то сделайте это, пожалуйста. Они уже набрали больше 100 тысяч подписей, но нужны с запасом. Если у вас прописка не московская, не петербургская, а, значит, каких-то других городов, посмотрите на сайте Надеждина, зайдите там в раздел с адресами, посмотрите и сходите, отдайте подпись, потому что, опять же, это тоже элемент давления на эту власть в целом. Совокупно падение этих режимов происходит именно как карточный домик, но не по скорости, а по взаимосвязанности всего. Дело в том, что для того, чтобы гигантский режим с ядерным оружием, без принципов, с большим количеством ресурсов, денег и людей упал, нужно, чтобы сразу много точек давления было на него. Ровно это и произошло с Советским Союзом. До сих пор гадают, что именно стало ключевой особенностью Афганистан, Чернобыль или, может быть, цены на нефть. Я-то думаю, что все в совокупности, потому что для того, чтобы эту большую глыбу раздробить, нужно даже и маленькими молоточками, но бить всем вместе и довольно часто. И в этом контексте, конечно, беспечность этих чиновников с их уязвимостью, связанной с тем, что цены растут, а зарплаты не растут, это может быть как раз хорошим подспорьем для смены этой самой власти. По итогу мы видим, что от войны устали не только россияне, но и чиновники. Причем с каждым днем устают все больше. Иногда бывают всплески активности, но они явно быстро пропадут. А это значит, что эти чиновники – это окно возможностей. Многие из них продали бы не только жопу, но и душу. За то, чтобы с них сняли санкции, они могли бы преспокойно летать по европейским странам. Количество недовольства нарастает. Конечно, самое важное недовольство – это недовольство в армии. И если есть оно, это гораздо лучшее. И оно действительно есть. Оно было и от погибшего Пригожина, и от сидящего Стрелкова. И солдаты часто записывают жалобные обращения. Но гражданские власти, мирные власти, то есть представители… Ну как мирные, не мирные, они участвуют в войне, поэтому не мирные. Но представители власти, они в этом смысле, представители власти гражданского блока, они обладают ресурсами для того, чтобы эти ресурсы передать военным и заключить с ними некоторые коалиции. На фоне того, что россияне устали от войны, на фоне того, что элиты устали от войны, на фоне того, что у России не получается завладеть каким-то серьезным преимуществом на поле боя, из-за того, что нет ни конца и края в принципе вообще вот этой вот войны, ситуация Владимира Путина ухудшается буквально с каждым днем. Он становится человеком, который становится синонимом войны, синонимом удорожания и синонимом апатии и злости. Поэтому, как вы видите, чиновники это все тоже через себя испытывают. Они тоже жалуются на те же вещи, что и обычные россияне, хотя нисколько на них, конечно, не похожи. Эти чиновники, которые не просто предали свою страну на словах, а на деле. Ну то есть работали на диктаторский режим для того, чтобы сделать его еще эффективнее. Но в любом случае такие пошатывания и такой раздрай и шатания довольно полезны для всех тех, включая меня, кто надеется и пытается всевозможными силами приблизить падение Рыжиного Путина, как следствие остановку войны. В целом, не просто остановки войны достаточно на данном этапе, но я думаю, что эти вещи, они как раз связаны. И одно неразрывно связано с другим. Такая вот история про российские элиты, про российское чиновничество. Если, опять же, у вас есть какая-то информация на эту тему, то с удовольствием почитаю в комментариях по ссылке в описании в своем телеграмме. Ну а с вами был Майкл Наки, и до скорых встреч. Всего доброго.